здравствуйте с вами технический обзор от лаборатории астроскоп и я руслан зоркий очень часто выбирая в подарок ребенку телескоп родители задают вопросы в чем его хранить или перевозить имеется ли в комплекте сумка или чехол сегодня мы представляем телескоп сигета кракс 60 дробь 700 который поставляется в добротном жестком пластиковом кейсе познакомимся поближе и расскажем о порядке сборки этой модели внутри кейса мы находим полностью разобранный телескоп все его комплектующие надежно уложены в специальных ложементах и ячейках рекомендуем запомнить их расположение начнем сборку с треноги сначала в каждый из ее опор закрепим верхнюю и нижнюю части винтом м6 с пластиковой головкой трилистником далее по очереди все три опоры с помощью длинных болтов м6 и гаек-барашек прикручиваем к верхней силуминовой площадке треноги не стоит затягивать их очень сильно это лучше сделать на месте наблюдения потом к пластиковым проушинам в середине верхней части каждой опоры винтами м4 прикрепим раздвижной трехлучевой кронштейн который не даст треноги разъехаться при неловком движении к кронштейну прикручиваем круглую пластиковую полочку распорку она придаст треноги жесткость а при наблюдениях в нее можно положить аксессуары остается прикрутить к правому перу вилки проушину механизма тонких движений здесь вам пригодится комплектный гаечный ключик теперь монтировка готова для установки трубы телескопа металлический корпус трубы покрыт краской серый металлик и вместе с крупной блендой выглядит довольно красиво и внушительно внутри бленды в пластиковой оправе закреплен 60 миллиметровый ахроматический объектив поверхности линз имеют тусклое фиолетовое просветление с другой стороны трубы установлен речный механизм кремольера это фокусер с посадкой один с четвертью дюйма он позволит использовать как комплектные так и дополнительные аксессуары труба крепится к перьям вилки монтировки двумя винтами м8 с крупными пластиковыми головками в виде трилистника не затягивайте их сильно до окончания сборки наконец установим металлическую штангу механизма тонких движений по высоте одной стороной она вставляется вышеупомянутую проушину на правом пере а другая ее сторона прикручивается к специальной втулки на трубе далее на два винта в нижней части трубы закрепим стойку искателя а в нее сам искатель он оптический с пятикратным увеличением и перевернутой картинкой соосность искателя с трубой нужно выставить тремя винтиками на стойке оптических аксессуаров в комплекте много это диагональное зеркало оборачивающаяся линза с кратностью полтора линза барлоу с кратностью 3 они имеют стандартную посадку один с четвертью дюйма но исполнение бюджетное корпуса из пластика оптика без просветления кроме того в белых тубусах находим три окуляра 20 миллиметров 12 с половиной миллиметров и 4 миллиметра они тоже бюджетного исполнения пластиковые корпуса маленькие линзы без просветления наглазников нет и так телескоп собран и выглядит довольно презентабельно заметим для того чтобы сложить телескоп обратно в кейс его придется полностью разобрать то есть провести всю процедуру в обратном порядке наблюдение земных объектов с оборачивающей линзой оказались приемлемы только с окуляром 20 миллиметров на увеличении 52 крата с другими окулярами и оборачивающей линзой картинка темная и мутная этот же 20 миллиметровый окуляр с диагональным зеркалом на увеличение 35 крат показал хотя и зеркальную но более качественную картинку и окуляр 12 с половиной миллиметров с диагональю проявил себя совсем неплохо на увеличении 56 крат искажение и хроматизм конечно заметны но мелкие детали вполне различимы а вот окуляр 4 миллиметра хотя и оказался 6 миллиметровым с увеличением 117 крат вряд ли пригодится для каких-либо наблюдений даже с диагональным зеркалом при астрономических наблюдениях окуляр 20 миллиметров следует применять по ярким дип-скай объектам центральная наиболее яркая часть туманности ориона вполне доступна этому небольшому телескопу в тот же окуляр на увеличение 35 крат аккуратно двигая трубу достаточно подробно можно рассмотреть и двойное рассеянное звездное скопление в созвездии персея луну лучше наблюдать в окуляр 12 с половиной миллиметров на увеличение 56 крат на ее поверхности различимы десятки кратеров моря застывшей лавы и много других подробностей по юпитеру мы поставили комбинацию комплектной линзы барлоу и окуляра 20 миллиметров на увеличение 105 крат искажений довольно много но диск планеты с двумя поясами и ее спутники можно было рассмотреть что же подведем итог основная оптика и механика этого телескопа выполнены весьма достойно и заслуживают положительной оценки плюсом можно считать и наличие пластикового кейса некоторые нарекания вызывают бюджетные аксессуары но из них можно составить неплохие комбинации для начальных наблюдений кроме того стандартная посадка позволяет пополнить комплект более качественными принадлежностями и так сегодняшний вывод лаборатории астроскоп сигета кракс 60 дробь 700 можно рекомендовать в качестве первого оптического прибора для детей младшего школьного возраста рекомендуем также дооснастить модель широкоугольным окуляром 32 миллиметра и планетным окуляром 9 миллиметров с вами был технический обзор от лаборатории астроскоп до скорой встречи в нашем магазине